ветхости в нас наверное в каждом по 500 килограммов во мне точно так это же есть честно что вы там не так для меня это было очень важно осознать себя понять когда появился этот камертон это только милостью божией я прошла вот по краешку по краешку всего то есть эта девочка которая поет ой петь я начала еще раньше чем говорить класс великий пост на самом деле это вообще крутецкое время а в великий пост ты можешь что а великий пост деваться некуда в чем твой смысл в любви почему так важно прощать и себя в том числе что делает пост великим и как понять что твой голос звучит честно на эти вопросы ответит радиоведущая руководитель авторской программы повышения квалификации регентов и певцов церковных хоров хормейстер муниципального ансамбля песни и пляски весна фронт герл рок-группы папа зол жена священника алена карнет алена обычно я всем задаю вопрос чем твой смысл в конце программы но тебе персонально хочу спросить его сразу вдруг ты знаешь его прям сразу на входе чем твой смысл у меня есть всегда две позиции да как как честно и как правильно как правильно это моя жизнь должна коррелироваться с евангелием то есть единственный критерий по которому я могу оценивать свою жизнь это этот поступок эти действия мои они сделают меня ближе к христу или они меня отодвинут от него и вот это в моем понимании в моем чувствовании это идеальные варианты развития человека и меня в том числе так это идеальный камертон для того чтобы сверяться так это же есть честно что вы там не так как это не работает это не работает в том случае когда начинаешь заниматься самооправданием то есть ты про ветхого человека того самого гаммеда в котором которого мы все в к в себе должны бы обнаружить и отруливать процессы к новому завету да то есть вот про то что это ветхость нас проступает ветхости в нас наверное в каждом по 500 килограммов во мне точно когда появился этот камертон что нужно сверяться вот ближе к христу или дальше знаете мне повезло у меня вот церковленная семья вообще не рассматривалась в семье воспитание вне христианской парадигмы прадед священник бабушка монахиня и как бы духовенство из то есть другой стороны у родителей в роду по маминой линии по матушке огни по бабушке по моей у нас в роду святая екатерина ливенская на местно чтимая сейчас в орловской области меня никогда не стоял вопрос верности пути христианина для меня стоял вопрос насколько я комфортно ощущаю себя в этой среде был в моем юном возрасте там 18 19 лет вперед когда я там не за один раз в год причащалась это был важный период это был важный период это очень важный период был потому что это был период самоидентификации в этом мире я полностью сепарировалась от родителей в плане материальном и социальном я для меня это было очень важно осознать себя понять свое место свои отношения с родителями и с этим миром и естественно самым важным вопросом в итоге вылезло мое отношение с богом и это стало в принципе это стало переломной точкой а как это произошло не очень многие знакомые друзья тыкали что вот ты такая молодец это все потому что вот у тебя папа а мне это так обидно было и мне все время хотелось доказать что я люблю родителей но я тоже человек я тоже пытаюсь добиваться чего-то сама для меня очень важно было доказать что я тоже чего-то могу и вот этот период он стал таким искательным где где в какой сфере я могу самореализоваться настолько чтобы родители могли мной гордиться и я могла смело сказать что это не потому что мне кто-то дал а это вот я выстрадал это сейчас понятно что ну нет ничего своего если господь вот не управил какие-то ситуации как-то не сохранил меня потому что была куча таких ситуаций в которых да можно лишиться и чести и жизни и всего чего угодно и достоинства но это только милостью божией я прошла вот по краешку по краешку всего это понятно сейчас тогда 18 19 20 лет мне казалось что вот я сейчас я свой мир построю я вот я такая молодец вообще если бы только знали какая я молодец скажи а вот в этом строительстве нового мира когда ты решила стать христианкой именно не по родословной своей а именно лично присвоить себе этот религиозный какой-то как раз это мои 18 19 20 лет самый казалось бы такой хромоставленный возраст когда я достаточно редко была на службах я не серьезно говорится 18 19 лет там я причастилась один раз за год но это для меня не вполне нормальные естественно именно тогда я поняла что все что я делаю все равно на подкорке работает ценз всегда все равно есть вот эта система можно нельзя и мне казалось я питала иллюзии что я такая свободная мне вообще вообще можно все и я вне ограничена вообще ничем это неправда я все время натыкаюсь на свое внутреннее можно или нельзя и с чем это связано а так вот с чем это связано насколько это вяжется со званием христианки насколько это вяжется с моим самосознанием и это наверное стало главным таким маячком по которому стала выстраиваться и вся остальная жизнь тебе сейчас 42 и твоих позиций социальных где ты активно где твой голос слышно их там 4-5 вот этих вот ключевых твоих сфер деятельности как ты этот голос свой нашла как ты его развела так что уже не твой только твой голос а еще хором даже потому что вот и вот как говорил мой духовник он заткни фонтан дай фонтану отдохнуть когда этот фонтан заработал ох наверное он заработал чуть раньше меня то есть это девочка которая поет ой петь я начала еще раньше чем говорить я пела все время я пела даже принудительно 6 лет я пошла в музыкальную школу вся моя жизнь она прошла под знаком музыки а вот эта жадность до звука до своего звучания она тебе сейчас помогает или мешает мне хорошо в этом состоянии мне хорошо в этом состоянии я очень люблю петь я очень люблю слушать музыку причем совершенно разноплановую я не могу сказать что мне нравится какой-то один стиль или одно направление и вот сейчас один из последних моих проектов муниципальный ансамбль весна это народный ансамбль учитывая что мое образование эстрадно джазовое и как бы вот так вот раз и народный ансамбль а уникальный для меня проект это ансамбль который поет литургию у нас в храме в храме святия Расперидона Тримефунского станицы северской абсолютно другое звучание совершенно другое и и по мере работы когда ребята проявляют чуткость к тому что им говоришь убирают утрирование народное оставляют просто свободный естественный звук получается очень аутентично это очень крутое звучание в храме невероятно классные ощущения отличные от работы академического состава класс как меняется твоя жизнь великим постом что для тебя великий пост почему он великий для тебя в чем его величина как ты это ощущаешь великий пост на самом деле это вообще крутецкое время это наверное лучшая время в году я страдаю честного страдаю без мяса мясо но это всегда шанс для меня великий пост это всегда шанс потому что я тот еще прокрастинатор вот мне бы отложить вот что-то отложить и вот вот ну сейчас казалось бы человек с таким количеством энергии может все у меня мало мало часов в сутках и мало дней в неделе очень мало мне их не хватает прям катастрофически не хватает а в великий пост ты можешь что а в великий пост деваться некуда деваться дедлайны вот они вот то есть если не сейчас то когда же и вот господь так управляет что наверное каждый великий пост у меня есть какой-нибудь какой-нибудь затык который к началу поста начинает выпирать так что его игнорировать уже просто не получается и господь мне помогает пройти вот это время с пользой ну потому что я сейчас это говорю не для того чтобы сказать вот по-христиански мне боженько помогать нет это правда вот так потому что а ситуации и обстоятельства складываются так что я бы еще бы попрокрастинировала но нет то есть когда уже не убежишь как тебе кажется вот важно прощать себя вот в этих своих не дополз не дошел либо нужно себя вот до последнего держать как у тебя это получается вот не случайно же перед великим постом великое прощенное воскресенье как для тебя эти вещи связаны то есть почему нужно простить чтобы начать великий пост и как ты прощаешь себя вот в момент когда ты не выводишь не справляешься ой если честно с самопрощением вообще туговато очень туговато да и с христианской наверное нужно научиться прощать и себя в том числе не только других а еще нужно научиться по-настоящему просить прощения потому что не всегда получается сказать прости чтобы это не было формальностью а еще важнее иногда научиться принять когда у тебя просят прощения тоже честно и искренне тоже не формально наверное вот осмысление того что мне самой очень тяжело попросить прощения я не задавила в себе такую вот такую долю гордыньки и тщеславия которые каждый раз каждый раз я веду с собой диалог а почему я а я же девочка Алена в чем твой смысл в любви в любви к людям в любви к Богу в любви к тому что я делаю в состоянии сопричастности творцу вот это сотворчество это развитие в себе подобия Божьего это наверное и есть главный смысл а теперь ваша очередь задайте вопрос себе а в чем же мой смысл и ищите осмысленные истории наших героев на телеканале и в интернет пространстве Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok